Давай, пошли. Поехали. Пойдем. Давай. У каждого есть меч свой? Нет. Нет? Ну давай, в парах будем работать. Степи Плетикоса играл на трех чемпионатах мира. Противостоял таким игрокам, как Роналдо, Неймар, Рональдиньо, Роберто Карлос или Кака. А Пауло Мальдини, Филиппо Инзаги и Джан-Луиджи Буфона даже обыгрывал. Его партнерами по сборной Хорватии были Давар Шукер, Звонимир Бобан, Роберт Просинечки. В общем, повидал Степи достаточно и поиграл много где. И наш стадион он называет одним из лучших. Очень прекрасный стадион. Мне этот цвет очень нравится. Этот синий, голубий, белый стул. Так что поздравляю всех этих строителей и Нижнегогородского область. Такие красивые стадионы. На этом поле команда его страны сыграет с Аргентиной. Конечно, на родине Плетикоса чемпионат мира в России еще как ждут. У нас очень набор сильных футболистов. 23 футболиста, которые попадут в этот список, я считаю, может быть, один из сильнейших сборных в общем за последних, может быть, и 20 лет. Так что ожидание очень высокое. И надеемся, что не будет травм до начала чемпионата. И что все будут здоровы и готовы к этому чемпионату. На стадионе Нижний Новгород Степи проводят мастер-класс для местных мальчишек. Среди них Басам Альтбахи. У 12-летнего нижегородского футболиста за плечами две победы в кубках РФС. Конечно, когда Басам видел Плетикосу в составе Спартака или сборной, он и мечтать не мог, что когда-нибудь сможет забить прославленному Хорвату. Теперь еще один шаг к мечте сделан. Я хочу стать, и мой мировой футболист, это как Филипп Каллантиньо, из российских, как Головин, Александр Головин. Ну, буду пытаться равняться на их уровне игры. В завершении мастер-класса автографы и фото. А еще Степи признается, за россиян будет болеть почти так же, как и за Хорватию. Не зря же столько лет играл за московский Спартак. Александр Быков, Ренат Бегбаев. Объективно ННТВ.